Здравствуйте, меня зовут Роман Мнякин, я вывожу юнити в России и странах СНГ, и сегодня я хочу поблагодарить Самсунг за то, что пригласили нас сделать доклад, рассказать вам о том, что наш мешок, что наше решение позволит сделать вам на фазе Тайсона. Собственно говоря, здесь дома была выступать коллега из Самсунга, поэтому я эти слайды пропускаю, и он расскажет чуть позже. Собственно говоря, что представляет себя юнити для Тайсона? Вообще, начнем с того, что такое юнити. Кто из вас слышал, что такое юнити? Пожалуйста, поднимите руку. Отлично, я вас поздравляю, тогда следующий рассказ будет, собственно говоря, наиболее интересен. Те, кто не поднял руку, может быть, по причине того, что он никогда не поднимает руку, но все равно пользуется юнити. Если вы не пользуетесь, то расскажу, почему имеет смысл обратить внимание на юнити, как на платформу. Собственно говоря, сейчас юнити представляет собой следующую. Компания имеет в настоящем порядке трех миллионов разработчиков по всему миру. Среди них более 600 тысяч активных пользователей пользуются платформой юнити. Кроме того, у нас есть ассет-стор, в котором более 750 тысяч пользователей выкладывают свои ассеты. Что такое ассет-стор? Это возможность приобрести плагин, возможность приобрести какие-то модели и прочие инструменты, которые вам позволят работать проще и быстрее на базе юнити. В настоящий момент по данному исследованию на сайте Гомасутра мы являемся наиболее популярным мешком для разработки мобильных приложений и мобильных гиган. Соответственно, опять же, вы узнаете чуть позже, почему это интересно. С точки зрения России, Россия в настоящий момент является третьей стороной в мире после Соединенных Штатов Америки и Китая по популярности во всем мире. Соответственно, это говорит о том, что, в принципе, комьюнити наших разработчиков обширно представлены в России. Если у вас есть некие вопросы по тому, как распределено географически в правой части экрана, ну, не надо быть большим аналитиком, чтобы представить, что Москва и Петербург находятся на первом-втором, а вот другие регионы будут достаточно интересны. То есть, если вы потенциально не ищете себе разработчиков, обратите внимание на эту статистику в том числе. С точки зрения того, что такое юнити, мы объявили об этом на конференции GDC. Мы, на самом деле, стремимся предоставить вам и только инструмент для разработки, который вам позволит создать высококачественные игры и другие приложения. Кроме того, мы сейчас объединяем это все по экосистему и позволяем вам, по сути, получать не только инструмент для разработки, но и сервисы, и необходимые дополнительные, например, асеты, плагины. И вся экосистема, включая сообщество, областные сервисы, аналитика — это наше виднее будущее. То есть, мы представили версию юнити 5, которая будет скоро доступна на нашем рынке. И мы, кроме того, предлагаем поддержку разработчикам, предлагаем обучение. И, собственно говоря, все, что вам поможет выпускать игры на юнити быстрее и качественно. С точки зрения движка, безусловно, я думаю, все те, кто поднимали руки, понимают, что это основное, то, что мы предлагаем. Это инструмент, который позволяет вам гораздо быстрее и качественнее производить игры. При этом делать это достаточно в сжатые сроки. То есть, если у вас есть художники, если у вас есть артисты, если у вас есть часть разработки, вы можете ускорять процесс за счет того, что вы получаете все инструменты, которые необходимы вам для разработки. И, мало того, выбирая платформу юнити, вы можете выпускать ваше приложение на множество платформ. И, соответственно, то, что только что говорилось, вы можете достаточно быстро на юнити портировать свою юниту на платформу дайзен и занять те самые места, о которых, собственно говоря, говорил мне коллега из Samsung. То есть, вы можете с минимальной разработкой, если вы уже используете юнити, нажать одну кнопку, если вы помните, на первом слайде, на котором я, собственно, зашел на сцену, там было минимум, то есть, на какую платформу вы хотите опубликовать свою игру. И это, безусловно, и плюс, поскольку, если вы уже разрабатываете игры, для вас это будет, на самом деле, очень-очень просто. И для того, чтобы об этом узнать, опять же, у нас есть масса материалов, у нас есть масса обучающих роликов, информации на сайте, которые вам позволят это сделать быстрее. Вот. Соответственно, с точки зрения, например, в частности, игр, где юнити сфокусировал свое внимание, на юнити выпускается масса жанров, 3D-игры, 2D-игры, экшены, BG, стратегии и так далее. То есть, это, в принципе, все многообразие игр, которые есть в настоящий момент. Кроме того, мы сейчас смотрим на расширение нашего, так сказать, нашей целевой аудитории. Это не только игры, вы можете производить также симуляции, вы можете производить приложения, которые, в частности, в архитектуре используются и так далее. То есть, мы смотрим, мы тоже смотрим на то, как сделать юнити более, то ли, универсальным инструментом для разработки не только игр, но и другого рода приложений. Ну, и с точки зрения ваших возможностей, уже сейчас в ближайшем билде есть возможность нажать по магическую кнопку и получить, собственно говоря, билл непосредственно на Тайзен. Все те, кто является текущим пользователем юнити и поднимали свои руки, смогут портировать приложение в щеки быстро. Если вы не использовали юнити, пожалуйста, можете обратить внимание на то, что из себя достоверный инструмент и начать ту самую мультиплатформную разработку, то есть создать свою игру и свое приложение единожды и дальше опубликовать его и на десктоп, и на браузер, и на мобильные устройства, и на указанные часы. Вот я никогда не подумал, что в часах, может быть, 5 лет назад, что у меня в часах, например, может быть процессор 1 ГГц. Сейчас это уже реальность, кто знает, может быть, вы напишите какую-нибудь игру для холодильника, который будет на Тайзене, или для, ну, если более серьезно, конечно, для, посмотрите в сторону того, как выделиться на рынке, на самом деле, не только занять эти места, а сделать что-то уникальное, сделать свой уникальный продукт, например, который совместит мобильные устройства и, ну, и возможности телевизора, то есть тут, мы даем вам инструмент, дальше берите и смело терзайте и, собственно говоря, используйте Юнити, публикуйте на Тайзене, и, собственно, главное, зарабатывайте деньги и будьте успешными. В принципе, на этом моя презентация закончена. Дальше передаю слово Светлана Харькова. Спасибо большое. Спасибо большое, Роману, за это место для вас, спасибо за свою презентацию. Напомню, дорогие друзья, что задать себе вопросы вы можете на протяжении сегодняшнего дня, таких возможностей будет много, так что фиксируйте и обязательно задавайте, и ответ вы получите от нашего уважаемого спикера.